Детство и юность Василия Кубарева Стал курсантом Одесской военной школы летчиков Осенью 41-го года он уже совершил свой первый боевой вылет Сам он так вспоминал об этом В составе группы из четырех самолетов мы вылетели на патрулирование для прикрытия наземных войск с воздуха Неожиданно из ближайшего облака вынырнули четыре мистершмитта и с сомкнутым строем пошли нам навстречу Намерение врага было очевидным, фашисты решили расправиться с нами одним ударом В плотном строю наша четверка сближалась с противником И я решил ударить по врагу реактивными снарядами Два огненных смерча понеслись навстречу самолетам противника Через мгновение на месте Мессера вспыхнул факел Так был открыт счет с битым вражеским самолетом В скором времени Василий Кубарев попал на Калининский фронт Он снова видел излучины Волги, деревни, которые затерялись в лесах Древние тверские города, захваченные врагом Именно здесь он встретил в небе новые немецкие самолеты, фоки-вульфы Били Мессеров, будем бить и вульфов, сказал Кубарев друзьям И действительно, в скором времени он уничтожил в небе новый немецкий истребитель В одном из неравных боев в родном небе Василий Кубарев получил тяжелое ранение С трудом дотянул он до аэродрома, три месяца пролежал в госпитале А когда вернулся в строй, его назначили командиром эскадрильи Курская битва Здесь гитлеровскому командованию удавалось на отдельных участках создать в воздухе значительный перевес Наши бойцы отвечали на это бесстрашием, сражались не числом, а умением Так шестерка Яков, которыми командовал Кубарев, преградила путь 50 немецким самолетам Бой был непростым Кубарев сумел сбить два самолета противника и привезти свою группу на аэродром без потерь Всего за годы войны Василий Кубарев совершил 183 боевых вылета Сбил 16 самолетов противника Золотая звезда Героя Советского Союза стала достойной наградой за этот ратный труд